Ну что, мои хорошие, с первым снегом! Сейчас быстренько вам расскажу про исключения, которые я вчера обещала по continuous, когда не используются глаголы, которые есть статичные или используются. Сейчас разберемся. Смотрите. Такой пример. I'm tasting this to see if there is enough salt. Я сейчас пробую на вкус, достаточно ли там соли. Видите, taste, я вчера рассказывала, что это глагол, который не используется в continuous. Тут он используется. I'm tasting. Потому что прямо сейчас. Значит, первое правило, если прямо сейчас он taste, именно глагол taste, то это означает, что он будет в continuous. Она сейчас достаточно груба в данный момент. Вот в основном она не есть грубая, но сейчас так получилось, что она грубит, вот плохо ей, да, и хочет, чтобы все было плохо. Если человек ведет себя не так, как надо, вот именно сейчас он такой вот, это означает, что это будет continuous, глаголом быть. She is being. Это второе правило. Третье. Когда мы хотим показать, что есть какое-то изменение или развитие, динамика событий. Допустим, more schools will be included. Допустим, Shakespeare on their syllabus. Да? Больше школ будут включать Шекспира в свои учебные планы. То есть будут, включают, будут включать. Это изменение. Третье правило означает, что что-то изменяется. Will be included. Это continuous. Четвертое правило гласит, что иногда simple и continuous могут приносить изменение значения. Допустим, I'm thinking about going to see Hamlet. Я подумываю. Да? Увидеть Гамлета. И I think Shakespeare is brilliant. Я считаю, что Шекспир замечательный писатель. Да? Я считаю. Think. Это уже считать. Глагол think в simple означает точку зрения считать. I'm thinking – это подумывать. Это процесс. Или, к примеру, такое. I'm sitting here tonight. Я сегодня с ней вижусь. План. Это continuous. И I see what you mean. Я понимаю, что ты имеешь в виду. See – значение understand. Это будет simple. Ну и еще одно правило, что мы используем глаголы для физических видов деятельности. В simple и continuous без разницы абсолютно никакой. Это может быть hurt, ache, feel. Hurt – болеть, ache – тоже болеть. Feel – чувствовать. Допустим, my head aches. Моя голова болит. Да, боже мой. Хороший натюрморт. Смотрите сзади. Обалдеть. My head aches. Моя голова болит. My head is aching. Моя голова болит. Прямо сейчас. Это одно и то же. Вы можете сказать, что... Спросить, how do you feel? Как ты себя чувствуешь? Или how are you feeling? Тоже в continuous. Как ты себя чувствуешь? Одно и то же. В данном случае хотите спросить, как человек чувствует себя сейчас? Вы можете спросить и в simple и continuous без изменения значения. Все, мои хорошие. Пока телефон не замерз. На этом все. Thank you. Have a good day. Продолжение следует.